Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Четверть часа» на календаре понедельник, 19 мая. Вы знаете, эта дата способна вызвать ностальгию людей, придерживающихся прямо противоположных взглядов. Одни с душевной теплотой вспомнят советский день пионерии, другие – тот праздник царской России, который день юных ленинцев, назначенный на то же число, должен был собой затмить. Я имею в виду день рождения государя Николая II. На эту тему в архивах телеканала «Союз» я нашелся уже трехлетней давности. Давайте посмотрим. Еще лет 30 назад этот день отмечался пионерским парадом на главной площади и торжественными школьными линейками. Страна праздновала День пионерии. И мало кто из нас тогда соотносил дату 19 мая не с днем юного ленинца, а с днем рождения убиенного ленинской властью царя. Сегодня же по всей стране находится немало людей, стремящихся 19 мая почтить память царя-страстотерпца Николая II. В их числе казаки Уральской станицы Державная. Этот крестный ход малоэлепта в череде тех событий, которые посвящаются в эти майские дни памяти государя Николая II. В молитвенное шествие отправились жители не совсем обычной станицы. Это одновременно и казачье поселение, и реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Духовное окормление и казачий уклад жизни, подразумевающий трезвость и труд, помогают заблудшим найти правильный путь. Сегодня казаки идут поздравить своего государя с днем рождения. Конечная точка их пути – монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. 12 километров преодолевают с небольшим перерывом. Останавливаются в свято-никольском храме города Среднеуральска, чтобы прочитать акафист царю-страстотерпцу. А после этого снова в путь. В монастыре святых царственных страстотерпцев тем временем заканчивается богослужение в храме во имя Иова Многострадального, в день памяти которого родился государь Николай II. В обители, как всегда, много гостей. Но, как выясняется, далеко не каждый знает о празднике, отмечаемом сегодня. По правде говоря, что-то сердце подсказало, душе. Только здесь узнаешь, что сегодня день рождения Николая II. Так что вот совпало. А помните, какой праздник раньше праздновался 19 мая? День пионерии. Ну, это никак не приурочено к нашему сегодняшнему визиту. Так что знаем. Нам лучше, знаете, интересно справлять, хоть и бывшие. Это Николай II день рождения, чем 19 мая день пионерии. День рождения государя был в императорской России праздничным днем. Устанавливая в 1922 году день юных ленинцев на 19 мая, большевики стремились вычеркнуть из памяти народный и царский праздник, и самого царя. На это работала целая пропагандистская машина. И процесс восстановления доброго имени государя, не только злодейски убитого, но и многократно оболганного своими убийцами, ни легким, ни скорым не будет. И здесь важна малая лепта каждого. А сегодня многие говорят, что этот праздник спорный. Говорят, что не надо чтить царя, служить царю не надо. Забывают эти самые слова, с которых я начал. Кто не чтит царя, тот и не чтит помазавшего его. В нашем случае самое лучшее величание, то, что можем посильнее сделать. Хотя бы пройтись вот этим самым крестным ходом. Хотя бы чуть-чуть прославить нашего царя. Родившийся в день Иова многострадального, Николай II, так же как Иов, был испытан в своей верности Богу многими скорбями. И так же, как ветхозаветный праведник, это испытание выдержал. И память об этом нужна в первую очередь нам самим. Да, дорогие друзья, 19 мая – дата знаменательная для тех, кому дорога историческая память России. Сегодня исполняется 146 лет со дня рождения Его Императорского Величества Императора Николая Александровича Романова, царя-страстотерпца Николая II. Во многих русских сердцах, открывших для себя по-новому родную историю, особым почитанием окружаются личности последнего российского императора и его семьи. До нас дошли многочисленные исторические свидетельства очевидцев об этих удивительных людях, заставляющие склонение головы перед их светлой памятью. Николай Александрович родился в 1868 году в царском селе. Как наследник царского престола, будучи необыкновенно способным, он получил прекрасное образование под руководством лучших русских ученых, прошел университетский курс. Знания его были универсальны. Естественно, научные дисциплины, предметы юридического и экономического факультетов. Он в совершенстве владел европейскими языками, знал и любил русскую классическую литературу. Художественные вкусы его склонялись к шедеврам русской культуры. По свидетельству современников, Николай II был образованнейшим человеком и вобрал себя все лучшее, чем владело тогда народное сознание в лице самых выдающихся его представителей. Помимо того, по традиции русских царей, Николай Александрович был военным. Он изучил военные дисциплины в объеме курса Академии Генерального штаба и прошел практическую подготовку в гвардейских полках. Много внимания при воспитании уделяло физической подготовке будущего императора. Благодаря этому Николай II отличался физической силой и крепким здоровьем. Был прекрасным спортсменом, стрелком, наездником, купался в ледяной воде и практически не болел. Первая подводная лодка, первый метрополитен, план электрификации всей страны, борьба с безграмотностью, увеличение численности народонаселения России на 50 миллионов человек. Все это относится ко времени его правления. Добавим к этому, что государь российский был прекрасным семьянином. А, впрочем, уважаемые зрители, предлагаю посмотреть еще одну видеозапись, посвященную царю-страстотерпцу и его семье. Единый алмаз, сияющий и крепчайший, граненый деятельной любовью. Так назвал царскую семью один из биографов. Фото и кинохроника того времени и свидетельства современников сохранили их для нас именно такими – любящими, исполненными царственного достоинства и одновременно с этим простыми и сердечными. «Мы одно», – говорила государыня Александра Федоровна, «а это, увы, так редко в теперешнее время. Мы тесно связаны вместе. Маленькая, крепко связанная семья». Быт царской семьи намеренно не был роскошным. Родители опасались, что богатство и нега испортят характеры детей. Августейшие особы спали на походных кроватях без подушек, по утрам обливались холодной водой, ели самую простую пищу и всегда были заняты. Манером, языкам и рукоделию своих пятерых детей императрица обучала сама. По вечерам семья часто собиралась вместе. Они музицировали и беседовали, читали и занимались рукоделием. Порой император, до полуночи работавший с государственными бумагами, присоединялся к жене и детям и читал вслух. Милосердие и благотворительность были частью повседневной жизни царской семьи. Кроме красоты, в мире много печали. Учила дочерей государыня, посылая их навещать больных туберкулезом. Борьба с этой неизлечимой болезнью и помощь страждущим стали целью праздника белого цветка, который впервые прошел в России в 1911 году. В нем участвовали все слои населения, а задавал от он царская семья. Императрица, наследник и великие княжны заблаговременно готовили подделки и сувениры ручной работы, которые сами продавали на благотворительном базаре. Собранные средства расходовались на помощь больным туберкулезам. Первая мировая война предложила задачи еще более сложные, и крепчайший алмаз еще ярче засиял всеми гранями деятельной любви. Ни одного платья, кроме форм сестер Милосердия, не шила императрица ни себе, ни дочерям с самого начала войны. Все личные деньги их величеств шли на благотворительность, все силы на служение. Александра Федоровна организовывала медицинские пункты, в дворцовых помещениях размещались госпитали. В царскосельском лазарете для тяжелораненых императрица вместе со старшими дочерьми служила сестрой Милосердия. Анна Вырубова, фрейлина и близкая подруга государы, не вспоминает. Мы вставали в 7 утра, часто поспав час или два после ночного дежурства. Императрица не чуралась абсолютно никакой работы. Случалось, хирург сообщал солдату о предстоящей ампутации или об операции, которая могла окончиться фатально. Солдат поворачивался и кричал с мукой в голосе. Царица, постой рядышком, подержи меня за руку, чтобы я смелее был. Старшие великие княжны ассистировали при хирургических операциях, промывали раны, готовили перевязочные материалы. В обязанности младших входила моральная поддержка воинов. Девочки устраивали в госпиталях представления, читали раненым и помогали им писать письма домой. Одаренная всевозможными талантами Ольга, собранная трудолюбивая Татьяна, добросердечная Мария и озорная Анастасия. Четыре русские царевны вслед за матерью шли туда, где были боль и ужас, чтобы принести облегчение и покой. Цесаревич Алексей Николаевич. Родители этого благороднейшего ребенка, из-за наследственной болезни, испытавшего так много страданий, ставили воспитание и формирование характера наследника выше его безопасности. Во время войны его место было рядом с отцом, на фронте, в Ставке. На глазах мальчика Россия уверенно шла к победе, которую сорвали измена, трусость и обман. «Когда буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы». Он прожил слишком мало, чтобы исполнить свое детское обещание. В вечность он ушел 13-летним. Его царственным сестрам было от 17 до 23 лет. Единый алмаз, сияющий и крепчайший, граненый деятельной любовью. Эти достойнейшие люди оставили нам царский дар. Столь ясный и чистый пример любви и милосердия, что не последовать ему невозможно. На этом пока все. Программа «Четверть часа» подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok